здравствуйте мои дорогие подписчики гости канала с вами Женя вы на канале счастье у нас самих и рада вас видеть рада вас слышать рада вас чувствовать ну и сегодня ну прежде всего хочу поблагодарить вас всех за прекрасные комментарии вы оставляете перед моим под моими видео за то что вы проходите практики и за обратную связь когда я уже знаю что у многих из вас появляются результаты и это для меня бесценно благодарю вас благодарю 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 ну и сегодня мы будем учиться будем учиться ругаться шучу мы будем учиться как правильно выяснять отношения но дело в том что без этого вы знаете что ни одни отношения не происходит без иногда их выяснения бывают разные ситуации мы все разные мы по разному относимся друг к другу у нас разные ожидания друг от друга и от того чего мы ожидаем и что происходит вот происходит такая реакция что иногда мы злимся раздражаемся и хотим с пеной у рта выяснять отношения но опять же если вы заметили с пеной у рта работает очень редко в основном она работает против вас и можно же все сделать так что вы и свою точку зрения выразите вы свои границы расставите и я вам хочу сказать что при правильном подходе виза ви с кем у вас происходит аргумент и поймет вас и примет все и действительно вы достигнете того результата что вы хотите а результат это что вас поняли и приняли вашу точку зрения так что сегодня мы будем этому учиться готовьтесь ну конечно первое самое основное я знаю это тяжелее всего это нелегко не делать ничего с горяча не важно что произошло не вас не важно что тот человек от которого у вас были определенные ожидания что он или она сделали не важно никогда нельзя делать ничего с горяча с горяча вы можете наговорить того что о чем потом вы будете очень сильно сожалеть а это сожаление это самобичевание это винить себя в чем-то вы представите сколько с горяча можно сделать что потом вот каждое что я сказала она же у вас забирает энергию потом вы себя вините потом вине вините себя и на него или на нее и уже знаете как одно на другое накладывается и вы даже себе не представляете сколько энергии вы теряете сколько сил вы теряете и вы же понимаете что в конце концов вот этот негатив на негатив на он же влияет еще и на здоровье так что прежде чем делать что-то с горяча подумайте о вашем прежде всего вы видите какая цепочка идет вы смотрите за а думайте о том что может произойти с вашим здоровьем вторая не менее важная вещь это вторая как бы этап хотя вы знаете вот я не знаю что поставить в первую очередь что поставить во вторую очередь потому что наверное все таки то что я сейчас назову вторым это идет начале никогда ничего не ждите не ждите я знаю вы знаете вот мы всегда чего-то ждем от людей не ждите вот поменяйте свое свои привычки на то чтобы не ожидать от людей если вы сделали помогли кому-то помогайте но не ожидайте ничего и вот во всех в ваших действиях если вы что-то делаете для человека никогда не ожидайте ответа особенно не ожидайте благодарности чем меньше у вас будет ожиданий тем меньше будет вот таких ситуаций где вы будете расстраиваться где вы будете раздражаться где вы будете хотеть выяснять отношения если нет ожиданий значит нет претензий нет никакого раздражения не ждите а если вы знаете я услышала кого-то из вас даже в семье если ваш муж или ваша жена что-то обещали и не сделали первое вот они обещали да я знаю вот когда человек обещал ты понимаешь что человек обещал он не сделал ты начинаешь ты начинаешь закипать ты начинаешь вот себя накручивать и конечно она может вылиться в что-то очень некрасивая вот этот скандал который ну не важно по какой причине ваш муж или ваш муж или ваша жена или тот кого вы кто-то что-то вам обещал не сделать никогда не начинайте выяснять по этому поводу отношения не сделал не сделал не сделал вы знаете самое плохое что вы можете сделать это в будущем отзеркарить человека и работает на сто процентов вот человек почему-то не понимает вот когда человек человек что-то делает и ты понимаешь что вот человек сделал что-то неправильно человек что-то обещал он тебе это он не сделал то что он обещал вместо того чтобы злиться примите примите это так как есть я понимаю что это не легко это работа над собой я опять возвращаюсь к тому что почему я вот пытаюсь вам это все объяснить потому что я понимаю что каждый из нас должен работать над собой и приходить вот к этому балансу я вам хочу сказать сегодня у меня даже в мыслях не будет разозлиться и выяснять с человеком отношения максимум что я могу сделать даже если у меня придет это раздражение или обида или что-то ну во первых я очень быстро от этого освобождаюсь а во вторых максимум что я могу сделать потом когда уже я успокоилась не прямо в этот же самый момент а как бы невзначай могу человеку указать на то что вот ты знаешь вот было бы здорово если больше ты так не делала или не делал вот ты обещал ты не сделал было бы здорово чтобы в будущем пока как бы если обещание было сделано то пожалуйста вот улыбаясь самое интересное все это улыбаясь и и я вам честно скажу это работает но к этому я шла долго честно скажу я к этому шла долго вот где-то пару лет у меня взяло для того чтобы вот у меня полностью изменилось отношение полностью изменилось вот это вот мировоззрение как относиться к людям как относиться к ситуациям и я хочу вам сказать что каждый из вас может этому научиться вы можете использовать мои практики начиная с самой первой я вам хочу сказать что практика на любовь к себе она поднимает тебя уже на определенный уровень и ты становишься спокойнее ты становишься более уверенным в себе ты начинаешь уже понимать когда уже практика действует ты начинаешь понимать что выяснения отношений очень часто и излишне иногда лучше просто промолчать принять к сведению да единственное что самое плохое что я могу сделать то это показать человеку на его же примером вот сама сделать так же как сделал человек это называется отзеркалить вот и я вам хочу сказать очень хорошо работает а я слышу что кто-то говорит сейчас что мол а как же вот я вспыхнула и я вот я горю я это слушайте подушку никто не отменял вот подушку боксерскую грушу да иногда надо же выпустить пар особенно если бы сейчас у меня уже нет таких состояний даже если что-то мне неприятно оно не вырастает вот вот это вот состояние что мне надо бутузить грушу нет вот в моем случае я просто перенаправляю свои мысли начинаю вообще полностью абстрагироваться от ситуации и к тому времени когда я возвращаюсь к ситуации я просто уже по-другому на нее смотрю и абсолютно по-другому начинаю с человеком разговаривать и я вам хочу я же говорю это это приносит обалденный результат люди понимают люди слышат потому что когда вы начинаете кричать когда вы начинаете оскорблять когда вы начинаете предъявлять претензии человек глохнет и не важно мужчина это или женщина я вам честно скажу если на меня поднимает кто-то голос я глохну я не слышу я могу смотреть на человека сегодня у меня практически в общении нет таких людей которые вот поднимали бы на меня голос вот я вообще считаю что поднимать голос это ну как ну не всегда уместно и это же все зависит от отношений так вот когда на меня поднимают голос я просто глохну я перестаю понимать что мне говорят я уже вам честно скажу даже забыла это чувство потому что просто ну никто не поднимает на меня голос и я ни на кого не поднимаю так вот подумайте об этом еще когда вы начинаете поднимать голос грубо разговаривать некоторые люди оно вас еще больше знаете как вот идет вот такое вот наслоение вы начинаете что-то с пеной у рта доказывать тот кто напротив вас визави просто перестает вас слышать и это очень часто бывает даже если хочет внять тому что вы говорите перестает вас слышать так вот самое лучшее вам честно скажу это вот злитесь подушка груша покричите в душе честно вам скажу да я понимаю сейчас некоторые смеются надо мной но это так вы делаете это не для того человека на которого вы кричите с которым вы пытаетесь выяснить отношения вы делаете это для себя именно для вашего состояния именно для вашей энергетики подумайте об этом потому что прежде всего такими взрывами вы вредите себе не человеку которому вы это сделали человек иногда я же говорю я просто это многие люди просто глохнут и вы уж простите иногда и тупеют в такой момент потому что не могут вынести ультразвука я знаю что некоторые мужчины называют это ультразвуком вот потому что вот так они слышат когда вот именно мужчины девочки слышат вот так когда вы начинаете кричать для них это просто ультразвук и они вас не понимают вот ну мужчины кстати это к вам тоже относится если вы поднимаете на нас голос то для нас это не ультразвук для нас это бас но тоже понимаем мы мало из этого тем более что слушайте мы такие мы люди такие что мы можем мы можем все все в наших силах все в наших руках почему бы не сделать жизнь вот красивой даже выяснять отношения можно красиво и никто не говорит там себя сдерживать не сдерживать но если вы хотите выразить свою точку зрения делать это можно без ультразвука и без баса вот я дала вам уже несколько упражнений как можно обойти скандалы обойти крики обойти вот это раздражение вы знаете перенаправление мысли это тоже очень хорошо работает вот вы чувствуете что идет раздражение что вы хотите предъявить претензии просто подумайте о чем-то другом вот это работа я опять повторяю я не говорю что это это легко это легко когда вы хотите это делать это своего рода как вот планирование желаний вот скажите себе я хочу быть спокойной или быть спокойным я хочу улыбаться просто не вне зависимости что произошло ситуацию можно разрешить несколькими способами и вот скандал крик и как это вдруг у меня из головы выпало слово оскорбление вот оскорбление и ультразвук и бас это ж только один путь есть же другие пути выяснения отношений и я знаю я понимаю что не совсем легко для некоторых это но попробуйте денег не стоит очень хорошая еще практика хапанапона дело в том что там всего четыре фразы и просто повторяя эти фразы вы успокаиваетесь это вот своего рода волшебство этой гавайской техники у меня есть целая практика на канале хотите пожалуйста заходите на канал на канале вы найдете все эти практики вообще все практики вы найдете на моем канале их уже собрался арсенал вот и там вы найдете и практику на любовь к себе и практику на уверенность себе и на прощение и отпускание и там еще есть практика гармония гармонизация ситуации гармонизация пространства даже но я вам сейчас все-таки наговорю ее потому что это всего четыре фразы прости меня пожалуйста мне очень жаль я люблю тебя благодарю тебя вот и все повторите эти фразы когда вы чувствуете что идет раздражение злость что вы вот у вас вот кипит что вы начинаете вы начинаете закипать так вот это погасит ваше кипение так что вот вам несколько способов чтобы обойти именно кипение именно раздражение а насчет обояснять отношения понимаете дело в том что разногласия это нормально мы все разные и люди которые рядом с нами абсолютно другие не такие как мы даже если это муж или жена и даже если вы живете много лет а если вот недавно то это притирка это узнавание особенно когда притирка идет тут надо понять как обратить то что вам в человеке вдруг не понравилось в свою пользу это работа над собой это работа над собой это работа над своими эмоциями это контроль контроль именно своей жизни это ответственность за свою жизнь я все время говорю что все есть только один вот канал вот один корень корень этого всего это то что ваш мир начинается с вас и вы единственные кто ответственный за то что происходит с вами и вокруг вас и ответственные за ваши мысли и за ваши действия и исходя из этого получается что как вы выберете действовать как вы выберете чувствовать так и будет и соответственно идет причинно-следственные вот причина это ваша мысль а следствие это уже то что с вами происходит поэтому подумайте об этом на досуге и прежде чем выяснять отношения при помощи скандала попробуйте отвлечься попробуйте пойти просто погулять и не важно какая погода даже если проливной дождь еще лучше смоет ваше раздражение попробуйте боксерскую грушу или подушку очень хорошо успокаивает нервы ну и конечно же попробуйте принять человека прежде всего таким как он есть и иногда еще можно вместо того чтобы выяснять отношения отзеркалить отзеркалить и тогда человек точно поймет вернее в начале он не поймет но вот тогда можно аккуратненько и красивенько вспомнить человеку что ты знаешь вот ты я посчитала что раз ты так делаешь почему я не могу чем я хуже вот вам просто все все очень очень просто и легко вот так а вообще-то я желаю вам гармонии я желаю вам прекрасных отношений я желаю вам побольше улыбаться я желаю вам чтобы люди которые вокруг вас излучали только любовь и радость но прежде всего я вам желаю излучать любовь и радость а на сегодня все подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать мои видео мои практики мои расклады ставьте лайк для того чтобы получить мою энергию которую я вам дарю позитивную заходите на канал проходите практики меняйте свою жизнь к лучшему а с вами была Женя увидимся очень-очень скоро люблю вас мои дорогие пока-пока до новых встреч пока